Советский Союз пострадал от гитлеровцев, несоизмеримо больше западных союзников, даже сравнивать невозможно. Моральное право мстить за сотни разрушенных советских городов, десятки тысяч сожженных разоренных сел, за миллионы убитых мирных граждан нашей страны. У солдат и офицеров Красной Армии было, но вот парадокс. Ничего подобного разрушению Дрездена советская авиация и советская армия никогда не осуществляла. Немецкий город с его жителями стерлись с лица земли те, кто не видел и десятой доли горя, выпавшей на долю советского народа. Я как русский, как советский человек, родственники которого воевали за освобождение нашей родины, не могу не ненавидеть гитлерцев, принесших столько бед и горе моей родине. Но я точно так же не могу и представить, как возможно совершить такое дьявольское преступление, похлеще гитлеровских изуверств над мирными людьми, над десятками тысяч ни в чем не повинных детей. Мы все, даже не немцы, все честные люди мира должны помнить и никогда не прощать этим выродкам, нелюдям, врагам человечества, тем, кто отдал этот приказ и кто стоял за ними. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Это видео, которое вы сейчас услышите и увидите, я решил разместить на моем главном первом канале, несмотря на то, что это видео в принципе не о здоровье. Но чтобы как можно большее количество людей его посмотрело, я решил разместить его в виде исключения здесь. Советую вам смотреть от начала до конца, это забывать нельзя. Название Дрезден, холокост, устроенный Англией и США в феврале 45-го года, когда они сожгли более 200 тысяч мирных жителей, женщин, стариков и детей заживо. Предисловие. Многие у нас в 80-е и 90-е годы, даже позже, молились на Англию и США, а некоторые люди сейчас продолжают. Все эти годы многие ругали все советское, учились и учили ненавидеть свое прошлое и посыпали голову пеплом снущения американской пропагандой и наших отечественных предателей, вроде Солженицына и Резуна, который взял имя великого Суворова. Многие из нашей, так сказать, элиты, политики и бизнеса отдали в 90-е и 2000-е годы своих детей на обучение в Англию и США. Эти люди по факту предатели своей родины или конченые идиоты, тут одно из двух. А богатые и успешные в смысле личного обогащения люди тоже могут быть идиотами, не удивляйтесь этому. Некоторые из них это прекрасно понимают или поняли только недавно, годы спустя, может быть даже десятилетия, поняли, да уже поздно, что подросток, воспитанный там, вырастет за уникальными возможными исключениями не только Иваном, не помнящим родства, но и космополитом, либералом, отформатированным общечеловеком и паразитом, разумеется, ненавидящим свою родину и потому потенциальным ее врагом, а в лучшем случае безразличным и чужим к ее проблемам и проблемам ее народа сиборитом. И это факт. Кстати, я советую вам оценивать тех или иных политиков, бизнесменов и общественных деятелей в том числе вот и по этому весьма точному критерию, точно показывающему, кто есть кто, кто отдавал своих детей учиться в Европу и США. Я же хочу вам сейчас напомнить, как и за что ВВС Англии и США уничтожили мирный город почти что в самом конце Второй мировой войны. И надеюсь, что это мое видео вы поставите, покажете своим детям, подросткам, друг другу, лично будете пересматривать и для себя, и для детей, для напоминания своей совести. И чтобы дети знали правду, помнили и не забывали о вечной сути правителей и хозяев западного мира и не питали бы иллюзий об их гуманизме, человеколюбии и прогрессивности. А когда эти общие человеки начнут и будут далее учить их и вас чему-то, вспомните сами и припомните им это событие и подобное ему иные их деяния, которых было немало, а то, как они творили подобное, явно и однозначно говорит о сути, о нутре этих нелюдей. И это их суть. Нет, не простых граждан этих стран, а их несменяемой верхушки, элите, и тех, кто стоит за ней и управляет ей этой верхушкой, этой элитой. То есть о реальной власти. А она была и есть и будет всегда таковой, пока существует. И оценка историческая и человеческая должна быть у каждого человека, честного, порядочного человека, жесткая. И время не должно что-то в этой позиции менять. Впрочем, посмотрите, вспомните или услышьте впервые для себя эти факты, которые я сейчас вам приведу. Напомню и напишите в комментариях к этому видео свои чувства, которые возникнут у вас в процессе просмотра этого моего видео. Слушайте внимательно. Вначале я напомню то, что явилось причиной этого изуверства наших союзников по уничтожению мирного города Дрезден. Итогом наступления советской армии до конца 44-го года явилось полное освобождение территории СССР от фашистских захватчиков и перенесение войны на территорию врага. С 4-го по 13-е февраля 45-го года прошла Ялтинская конференция. А чуть ранее, в конце декабря 44-го года в районе Орден немцы силами менее 70 дивизий прорвали англо-американский фронт и стали теснить союзные нам войска, над которыми возникла угроза окружения и уничтожения. Вояками-то они никогда не были, по крайней мере немцы были гораздо лучшими солдатами и военачальники у них были нечета американским и английским. Хорошо немцы тогда ударили англичанам-американцам. 6-го января 45-го года премьер-министр Англии Черчилль обратился к верховному, главнокомандующему, товарищу Сталину, с просьбой ускорить проведение наступательных операций. И верные союзническому долгу советские войска 12-го января 45-го года, вместо планируемого 20-го числа, развернули наступление, фронт которого простирался от берегов Балтии до Карпатских гор и равнялся 1200 километрам. Мощное наступление осуществлялось между Вислой и Одером на Варшаву и Вену. Так поступили тогда мы по отношению к нашим союзникам. А как поступили они? Запомните эту тонкую связующую нить, эти факты. Напоминаю, 13-го февраля закончилась Ялтинская конференция. И 13-го же февраля в этот день вечером Дрезден был подвергнут налету английской, а далее американской авиации. Что же представлял из себя Дрезден тех дней? Это был один из красивейших городов Европы, седьмой по величине в Германии. Древний город, культурная столица Германии с ее музеями, замками, театрами, уникальной архитектурой. В эти дни он представлял из себя лагерь беженцев. Это десятки тысяч мирных граждан бежали туда, боясь наступления советских войск, хотя бояться надо было вовсе не тех. Особенно много в городе было в те дни детей, которых взрослые отправляли к своим родственникам и в общественные социальные организации для их безопасности. Всего беженцев к началу февраля 45-го года в городе с населением 650 тысяч прибыло более 200 тысяч человек. Минимум 200, максимум 300. Еще раз вспомним, что было до этого за несколько дней. 4-го, 13-го февраля в Ялте прошла конференция, на которой главы трех государств антигитлеровской коалиции, помимо прочих вопросов, договорились о зонах влияния после победы над гитлеровской Германией, а победа, и всем это было очевидно, была совсем не за горами. Внимание, Дрезден по этому соглашению отходил в советскую зону влияния. Запомните и это. Уже многое для разумного человека начинает становиться понятно, не так ли? Также запомните и то, что мы пошли навстречу нашим союзникам, а могли бы войти в Берлин гораздо раньше, но пошли для спасения их войск от окружения немецкими войсками. Итак, по свидетельству тысяч выживших и живущих, помнящих те дни до сих пор людей, и даже по воспоминаниям самих английских летчиков, кого всю последующую жизнь мучила совесть, некоторых из них, что же они тогда натворили? Явствует следующее, запоминайте. 13 февраля ВВС Англии нанесла бомбовые удары десятками тысяч мощных фугасных бомб, разрушивших часть строений и почти все крыши и окна большинства домов города. В 22 часа 13 минут на город были сброшены первые бомбы. Тогда город бомбила первая волна британских тяжелых бомбардировщиков, а именно 244 штуки, Ланкастера. Город сразу загорелся, ведь дома были старые и перекрытия деревянные. Пожар тогда было видно за 150 километров от города. Но на этом гуманисты не остановились и решили добить жителей. Основной удар по городу был нанесен между 1 часом 23 минутами и 1 часом 53 минутами ночи, когда город бомбило уже 515 британских тяжелых бомбардировщиков. То есть, вслед за первым, через небольшой промежуток времени, ВВС Англии совершили второй налет и еще скинули десятки тысяч, но уже, внимание, зажигательных, зажигательных и впервые в истории масштабно используемых новейших фосфорных и термических бомб. Выжившие люди описывали разливающуюся жидкость с характерным запахом, которая проникала в подвалы и бомбоубежища, через трещины в стенах и фундаментах домов и через разрушенные крыши. И только позже стало ясно, что это был Напалм. Кстати, дорогие товарищи, не забывайте и о изуверствах американских войск во Вьетнаме, что они сбрасывали и выливали на леса, деревни, города народа Вьетнама, что сотворили со страной эти борцы за демократические ценности, которые учат до сих пор демократии весь мир. Не забывайте про это государство, зоной жизненных интересов, как они говорят, которых является весь мир, вся планета. Так вот, что произошло дальше? А начались такие пожары и огненные смерчи от тысяч тонн химического, термического и фосфорного оружия, что горела вода, воздух, людей ураганными потоками воздуха всасывало в огонь, и за секунды люди превращались в пепел. И это в самом прямом смысле этого слова. Вот как в эпических текстах Махабхараты, описывающих подобное, но происходящее в древние времена. Но это-то было в середине 20 века, чему свидетелями были тысячи людей, некоторые из которых живы и по сей день. А данный смерч возникает, когда разрозненные очаги пламени объединяются в один фантастический костер. Воздух над ним прогревается, плотность его снижается, и он поднимается вверх. Тем более, этому способствовали высотные здания древние этого города с разбитыми крышами и перекрытиями. И они работали как аэродинамическая труба. Температура в огненном смерче, охватившем город, достигала 1500 градусов. Историк, внимание, из Англии Дэвид Ирвинг так описывал этот огненный смерч, который возник в Дрездене, образовавший в результате бомбардировки огненный смерч, исходя из обследований, поглотил более 70% всех территорий разрушений в городе. Сила его позволяла выдирать гигантские деревья с корнем. Толпы, пытающихся спастись бегством людей, подхватывались этим торнадо и швырялись прямо в огонь. Конец цитаты. Объемы пламени были чудовищные. Плавились даже булыжные мостовые. Они становились как пластилин. Огонь поднимался в воздух до километра. Создавался эффект аэродинамической трубы. Возник один огромный огненный смерч, поглощающий даже камень. Картины апокалипсиса из американских голливудских фильмов – ничто по сравнению с реалиями еще не такой уж и далекой историей. Помните, что всего в ночь с 13 на 14 февраля на город было сброшено около полутора тысяч тонн фугасных и 1200 тонн зажигательных бомб. Общее количество зажигательных бомб, сброшенных на город за все время, составило 650 тысяч штук. Осуществление этой варварской, чудовищной бомбардировки проходило в три захода силами почти в три тысячи самолетов. Разумеется, и это вполне очевидно, что подобный исход был спланирован заранее. Для заказчиков этого геноцида произошедшее не стало удивительным. Они нарочно разбили операцию первого дня на два этапа, чтобы уничтожить как можно больше мирных людей. Чтобы не дать пожарным потушить огонь после первого налета. Чтобы не дать людям опомниться и спасти своих родных. Все отмазки этих изуверов и глупости, повторяемые недалекими людьми, желающими оправдать содеянное, дешевы и безумны. Ведь ни малочисленные воинские части на окраинах города, ни аэродромы, ни основная инфраструктура города не были разрушены. Удары наносились не по ним. Уничтожали именно мирных граждан, центр города. А окрестные окраинные замки специально даже не бомбили. Но, как потом сказал любимый многими либералами Черчилль, нельзя было оставить русским и камня на камне. Уничтожить надо было все, чтобы ничего нельзя было вывести и использовать то, что мы не можем вывести. Все это надо уничтожить. Таково их нутро и их суть. А вы, кто молится на них, соучастники их преступлений перед человечеством и человечностью. И так разрушено было в городе более 12 тысяч древних каменных зданий. А что же русские? А они сделали всего лишь только то, что всегда делали после любой победы. То, на что твари негодны и не способны по своему изуверскому нутру и черной гнилой душонке. Русские просто отстроили весь Дрезден после войны, как и многие другие города Европы. Хотя своих, только каменных домов в стране было разрушено гитлеровцами более миллиона. Мы кормили и лечили детей, как потом в Берлине, где те же простые немцы боготворили первого послевоенного коменданта Берлина, человека, героя с большой буквы, настоящего человека, генерала Берзарина Николая Эраставича, который в считанные дни смог наладить водоснабжение и иные коммуникации в разрушенном Берлине. Смог навести порядок, мобилизовать горожан на уборке, на наведение чистоты и гигиены, открыл пункты выдачи еды, особенно детям. И не важно было нашим солдатам, чьи это были дети. Помните об этом герое Берзарина Николая Эраставича? Это генерал-полковник, командующий армиями, первый комендант взятого советскими войсками Берлина, герой Советского Союза. Он нелепо погиб в автокатастрофе в Берлине в 45-м же году, в возрасте 41-го года. А теперь вспомните и никогда не забывайте простую истину, за что все эти нелюди и во все века так ненавидели и ненавидят тех, кто на это явление, на такое проявление русской души, на истинную суть русского человека указывал, напоминал, поправлял тех, кто очернял, презирал и лгал, подло принижая гуманные человеческие подвиги русского солдата и простого русского человека. В горе последнее отдать другому, нуждающемуся, пусть даже вчерашнему недругу. Именно поэтому они, как это ясно высказал Анатолий Чубайс, он и они так ненавидят того же Достоевского, кто открывал глаза многим людям, указывал на это и тем самым мешал врагам человечества одурманивать других людей и пополнять ряды их вассалов. Чубайс так и сказал про Достоевского, как ты его тут начал перечитывать, ненавижу. И это вполне понятно. Так вот, кто такие настоящие русские люди? Вот за что нас так ненавидят и боятся все эти нелюди и делают все, чтобы другие народы воспринимали нас не такими, каковы мы есть, а такими, коими хотят нас показать эти трусливые подлые враги всего человечества, которые возомнили себя хозяевами мира и жизни. Те, кто хочет безраздельно править всем миром и паразитировать на человеческом труде. Те, которые жаждут многие столетия сделать так, чтобы никто уже и никогда более не смог бы восстать против их бесчеловечных людоедских планов и деяний в будущем. Они же, эти самые силы и привели Гитлера к власти в 30-е годы для будущей войны СССР и дальнейшей перестройки мира для своего полного господства. Имя ему, Капитал, который был и есть в лице древних кланов, некоторые из которых у всех на слуху, например, те, о которых тот же Достоевский писал в своих романах и дневниках писателей. Но вернемся в эти страшные дни 45-го года. Уцелевшие люди, те, кто бежал спасаться от огня к реке Эльби, расстреливались из пулеметов и пушек авиации. А на следующий день авианалет совершила уже авиация США, чтобы добить уцелевших и раненых людей. Жители Дрездена до сих пор в эти дни встречаются, вспоминают и рассказывают молодым немцам о тех событиях, чтобы оставить в памяти то, что нельзя забывать. Только вот говорят это они тихо, для всего мира почти не слышно. А ведь в Германии, которая не является свободным государством, кто не знал, самая большая группировка войск США на территории Европы. Зато предатель Горбачев убрал советские группы войск из Германии и даже ничего не потребовав взамен. Хотя немцы готовы были за это заплатить миллиарды долларов, и это доподлинно известно. А вот Сталин не забывал брать деньги и с Испании за оказанную помощь, и с Финляндии как союзника и пособника Германии в Великой Отечественной войне, и с Германии, причинившей нашей стране чудовищные разрушения. Потому что Сталин был настоящим истинным отцом народов и рачительным руководителем, настоящим и прагматичным хозяином, в отличие от того же предателя Хрущева или Горбачева, и и же с ними. В том числе и потому он до сих пор так люто ненавидим всеми врагами России, всеми врагами человечества. И этих врагов по данному критерию сразу прекрасно видно. Кстати, все те, кто ненавидят Сталина, хотят от жизни одного и того же. Впрочем, об этом подробно я расскажу в других моих видео. Отчасти об этом я уже говорил в моем видео под названием «Диктатура политкорректности». Вот оно. Не забывайте смотреть эти мои видео. А теперь пару минут внимания, и я продолжу. У меня есть еще три канала на Ютубе, и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал «Жизнь на земле». Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий – о наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов, и подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал «Совесть и подлость». Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации вырождению человека и все общество в целом и народа. Также я буду знакомить вас с интересными людьми и каналами, которые борются за светлое будущее наших детей и последующих поколений, за действительно настоящие человеческие, а не либеральные ценности. Я очень рекомендую вам смотреть видео на четвертом моем канале и пересылать ссылки на те видео своим знакомым и делиться ими в соцсетях, заливать мои видео на свои каналы, у кого они есть, распространять их для нашего общего с вами дела. Что ж, подписывайтесь на интересные вам мои каналы, но только в случае нажатия после подписки на уведомление вас о выходе новых видео на том или ином канале. Иначе смысла нет никакого подписываться, просто для статистики. Ведь просто подписавшись, вы никак не узнаете о выходе на канале новых видео, если только специально или случайно не откроете данный канал. А вот как это делается правильно, посмотрите пошагово. Вы заходите на интересный вам канал, вы видите вот эту кнопку подписаться. Нажмите на нее курсором левой кнопкой мышки и название изменится на слово сочетание вы подписаны. Но это не все. Справа от этой надписи вы увидите изображение колокольчика. Контур, изображающий колокольчик. Нажмите на него и откроются три варианта уведомления. Нажмите на слово все. Тогда изображение колокольчика изменится и он станет темным. И по его верхним краям появятся две черты, указывающие как бы на звон колокольчика. Теперь все верно и только так можно быть уверенным, что обо всех видео, которые будут выходить на данном канале, вы на вашу электронную почту будете получать уведомления о выходе этих новых видео на канале и вам останется только не полениться их посмотреть. Возвращаюсь к теме данного видео. Советский Союз пострадал от гитлеровцев. Несоизмеримо больше западных союзников. Даже сравнивать невозможно. Моральное право мстить за сотни разрушенных советских городов, десятки тысяч сожженных разоренных сел, за миллионы убитых мирных граждан нашей страны. У солдат и офицеров Красной Армии было, но вот парадокс. Ничего подобного разрушению Дрездена советская авиация и советская армия никогда не осуществляла. Немецкий город с его жителями стерлись с лица земли те, кто не видел и десятой доли горя, выпавшей на долю советского народа. Я как русский, как советский человек, родственники которого воевали за освобождение нашей родины, не могу не ненавидеть гитлерцев, принесших столько бед и горе моей родине. Но я точно так же не могу и представить, как возможно совершить такое дьявольское преступление, похлеще гитлеровских изуверств над мирными людьми, над десятками тысяч ни в чем не повинных детей. Мы все, даже не немцы, все честные люди мира, должны помнить и никогда не прощать этим выродкам, нелюдям, врагам человечества, тем, кто отдал этот приказ и кто стоял за ними, кто совершил это преступление. Не прощать тех, кто концептуально управлял всеми этими процессами. Тех, кто по секретной операции немыслимое, недавно рассекреченное, сразу после мая 45-го года решил развязать Третью мировую войну и напасть всем миром на Советский Союз. Кстати, через Дрезден двинуть большую часть сухопутных войск на СССР. Кто собрал и сохранял для этого много, в том числе немецких дивизий, которые были, что называется, под ружьем. Не забудем лично дядюшку Черчилля, одного из организаторов, вдохновителей и руководителей данной, к счастью, не свершившейся операции. Не забудем мы и то, как они хотели развязать ядерную войну, вскоре после завершения Второй мировой войны, показав до этого свою силу и свои намерения, сбросив ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Да, у них был четкий план, сколько бомб, на какие города Советского Союза нужно сбросить. Все это известно абсолютно и точно. А помешало осуществлению этих планов наше сильное к тому времени государство и наша советская армия, и, конечно же, наше советское руководство, и в первую очередь товарищ Сталин и Берия, мобилизовав все силы и ресурсы нашей страны для создания ядерного паритета, для создания нашего советского ядерного оружия. И мы успели. Мы смогли спасти свою страну, спасти народ и спасти весь мир. Мы все должны это помнить и быть благодарны нашему тому руководству и нашему тому народу, нашим предкам за это спасение. Про это не знает наши дни только ленивый. Вы простите им это. Вы думаете, что что-то изменилось сейчас? Ответ очевиден и факты говорят, нет ничего, они все те же. Афганские старожилы до сих пор помнят и говорят, когда русские были в Афганистане, они строили школы, дома, инфраструктуру. А когда выходили из Афганистана, они оставили все нам. А когда американцы входили и выходили, они только грабили и уничтожали. Если интересно вам, вы можете посмотреть потом под этим видео по ссылке, я дам, где были с 1 февраля наши войска. Чтобы сопоставить факты, вернусь немного назад и напомню, в самом конце 44-го года и в самом начале 45-го победа в борьбе с гитлеровской Германией была всем очевидна. Она была достигнута не только в боях, но и в результате героического труда советского народа в тылу. Об этом очень хорошо, очень верно, абсолютно точно передав смысл и суть, в том числе сказанное самим товарищем Сталином, было показано в уникальном, я считаю, для нашего времени 50-серийном фильме «Сталин Лайф». Найдите его и обязательно посмотрите. Кстати, брат Чубайса, другой Чубайс, страшно негодовал я это, помню, по телевидению в одном из ток-шоу, расплевывая слюну «Так можно было показать Сталина таким героем, таким отцом народов и так далее». Ну, это понятно. Так вот, несмотря на огромные разрушения, причиненные нашему народному хозяйству страны, промышленный потенциал ее постоянно возрастал, и это в период войны, что говорит о уникальной и самой мощной в мире нашей советской сталинской экономике. 25% рост был ежегодно. В 44-м году советская промышленность перегнала военные производства не только Германии, но и Англии, и США, произведя около 30 тысяч танков и самоходных орудий, более 40 тысяч самолетов, свыше 120 тысяч орудий. И техника эта была самая лучшая и передовая в мире. Вспомните в сентябре парад 45-го года в Германии, где Советский Союз продемонстрировал танк ИС-3, когда даже те, кто хотел напасть на нашу страну, кто знал об этом, некоторые генералы, были в ужасе, увидя это уникальное оружие, как они говорили, Сталина. Этот танк, который на долгие годы превосходил все существующие в любой стране мира. Уже к концу 44-го года советская армия с избытком была обеспечена ручными и станковыми пулеметами, автоматами и винтовками. Советская экономика, благодаря самоотверженному труду рабочих и крестьян, одержала победу над всей европейской рыночной экономикой, над всей вместе взятой, которая почти полностью была поставлена на службу фашистской Германии. Да, по сути, вся Европа работала на германскую экономику и на германскую армию. Ну а на освобожденных землях советский народ сразу начинал восстановление всего народного хозяйства, промышленности, строений. Мы смогли свершить чудо и в 30-х годах, экономическое чудо, создав, восстановив страну из руин после гражданской войны. Мы смогли после Великой Отечественной войны второй раз восстановить народное хозяйство, поставив его на службу простым гражданам. Помните, что мы отменили карточки, одни из первых в Европе с конца 40-х годов. Каждый год советское руководство снижало цены на все главные продукты питания и промтовары, производимые нашей страной. А зарплаты при этом не снижались, а росли. Помните и не забывайте также о том, что за каждый орден, за каждый сбитый самолет и танк советское руководство выплачивало еще и деньги каждому солдату и офицеру. И многие люди, приходя домой, если не пропивали по наущению мерзавцев свои кровные деньги, свои деньги, которые государство советское начисляло каждому бойцу, многие могли на эти деньги, могли купить новый автомобиль Победа, а то и не один автомобиль. Помните и об этом. И может быть вы, как многие люди одурманенные в конце 80-х и в 90-е годы, например, такие люди, как умный вполне человек Вассерман из «Что, где, когда», помните, Вассерман, он четко сказал, и ни в одном своем интервью, как же он заблуждался, как смогли его, неглупого человека, ввести в искушение и заблуждение эти подонки, которые украли у нас страну в 91-м году. Украли все завоевания, украли все то, что ценой кровью и пота миллионов наших соотечественников, наших предков было построено, создано и передано нам неблагодарным идиотам. В завершении хочу сказать следующее. Самый главный вопрос. Зачем? Ну, конечно, вы многое уже и сами знаете и поняли, я все же скажу. И здесь самое время вспомнить слова из меморандума, зачитанного английским летчиком, где были слова «заодно показать русским». Я сейчас ее зачитаю полностью, чуть позже. Так вот, бомбардировка Дрездена была акцией устрашения, направленной не на немцев, нет. Какой смысл? Они и так уже проиграли. А направлена она была на тот момент на союзников, на нас с вами, в которых многие западные политики и военачальники уже видели следующих своих врагов. Одной рукой просили помощи, а другой рукой ножом спину кололи твари. Напоминаю, спустя несколько месяцев после бомбардировки Дрездена, такой же точно акцией устрашения, но уже большего масштаба, устрашения советских людей и советского правительства, в исполнении уже США, станут атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Ну а причины, подводя итог геноцида жителей Дрездена, три. Первая. Месть немцам за свою военную и тактическую слабость, то есть слабость Англии и США в боях, в сражениях с немцами. Вторая причина. Показать мощь нового своего оружия и запугать нас, Советский Союз, и оторвать покрупнее зону своего влияния, а также нагадить нам, не оставя камня на камне в зонах нашего влияния. Ну и третья причина. Отблагодарить нас, в кавычках, конечно, за спасение второго фронта, то есть их армии, нашими советскими войсками, которые мы перебросили для их поддержки с главных сил нашего наступления на Берлин. Ну а теперь этот меморандум. Этот меморандум был зачитан английским пилотом прямо перед вылетом на бомбежку 13 февраля. И этот меморандум открывал истинный смысл данной военной операции. Зачитываю. Дрезден, седьмой по размеру город Германии, на настоящий момент крупнейший район противника, все еще не подвергавшийся бомбежкам. В середине зимы с потоками беженцев, направляющимися на запад, и войсками, которые где-то должны быть расквартированы, жилые помещения в дефиците, поскольку требуется не только разместить рабочих, беженцев и войска, но и правительственные учреждения, эвакуированные из других районов. В свое время широко известный своим производством фарфора, Дрезден развился в крупный промышленный центр. Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта, и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны королевские ВВС. Конец цитаты. Итак, что ж, они показали русским и всем, кто не слеп в мире, на что действительно способны эти нелюди. Как вам и такая фраза из этого меморандума? О том, что, оказывается, этот район еще не подвергался бомбардировкам. И эту оплошность, конечно, надо исправить. А как вам вот такая фраза из этого меморандума? Что противник почувствует наш удар сильнее всего позади частично рухнувшего фронта. То есть даже если речь про врага идет, про солдат, добивать уже рухнувший, по сути, фронт, хотя еще раз подчеркну, правду своим летчикам полную, все же они людьми были, эти твари не говорили, не говорили о том, что там были беженцы, а не солдаты, не говорили о том, что там было огромное количество людей, огромное количество женщин, стариков и, главное, детей. Не отдавали они приказа бомбить базы. Небольшие воинские части, которые были по краину города, цели и задачи их были совсем другие. И потому, когда летчики, будучи людьми, увидели, что же происходит, увидели, какие бомбы им положили в самолеты, увидели, что же они натворили, многие всю жизнь себя корили, винили за это, и об этом оставлены соответствующие мемуары этих летчиков. Ну а на этом на сегодня все. Я прошу вас не быть безразличными и написать под этим видео, что у вас сейчас на душе. Напишите, что считаете нужным. Перешлите это мое видео своим друзьям, детям, коллегам, товарищам, это нужно знать, это нужно помнить. И помните также тех, и напомните им, кто молился или еще до сих пор молится на дядю Сэма, и вылизывает ему сапоги, как лакей, как дешевка, о чем так точно подметил и писал великий Достоевский. Говоря о русских либералах, они нисколько не изменились с тех пор, возможно, только стали более циничными, расчетливыми и подлыми. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.